Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль И вместе с нами журналист, ученый, морской геолог Константин Рангс Добрый день, Константин Добрый день, добрый Ну и сегодня мы собирались поговорить о новой энергетике И конечно, наверное, самый большой вопрос Вот именно как совместить необходимость человечества Получать энергию для того, чтобы освещать дома Для того, чтобы работал интернет Для того, чтобы люди могли передвигаться в пространстве И все это требует огромных каких-то расходов энергии И вместе с тем, вроде бы, мы собираемся сберечь нашу планету Стараемся избежать парникового эффекта Избежать изменений климата И на это направлены усилия, я понимаю, международного сообщества Но как вот сочетается Есть ли какие-то источники энергии Которые не могут навредить окружающей среде Вот на эту тему хотелось бы услышать комментарий Ну, надо сказать, что минутная неделя, которая уже уходит Она стала замечательной одним очень важным событием Событием именно энергетическим, который касается всю планету То есть 28 числа во вторник во Франции Начали официально собирать первый в мире крупномасштабный термоядерный реактор Итер, так он называется, да, этот реактор И, собственно говоря, уже теперь стало То есть, скажем, забрежило впереди Забрежили впереди сроки, когда этот реактор наконец-то соберут Запустят, наконец-то поймут Что в конечном счете у нас может быть с термоядерной энергетикой Дело все в том, что термоядерная энергетика Это, знаете, такая, типа как чаша Грааля Потому что вот вроде бы Или волшебная палочка, исполняющая желание Потому что термоядерная энергетика Это в теории решение на многие тысячи лет Тех проблем человечества с электричеством То есть вот так И это решение очень больших проблем Это, с другой стороны, и сильнейший толчок Для развития экономики Сильнейший толчок для развития, улучшения Условий жизни для людей по всей планете Ну и, собственно говоря, толчок для развития человечества Потому что для того, чтобы, так скажем, продолжать так хорошо использовать термоядерную энергетику Идется выйти в космос, например, на ту же самую Луну Бывает там полезная ископаль То есть, собственно говоря, это очень интересная вещь Но хотелось бы отметить, что это не означает Что запускается станция, которая будет электричество вырабатывать Эта станция не будет вырабатывать электричество Она будет забирать электричество Поскольку реактор — это экспериментальный Вообще, надо сказать, что мы даже плохо себе представляем Знаете, вот за потоком всевозможных скандальных новостей Вот этот проект как-то вот Ну вообще где-то остался далеко-далеко вне внимания А вы подумайте Смотрите, какой потрясающий проект Идею вообще этого реактора Который имеет систему Токамак Придумали два академика Сахаров и там Советские академики В 1951 году То есть 69 лет тому назад Что ж так долго ждали вообще на Земле? 69 лет Сделать-то они придумали Идея очень такая простая По сути дела Это приручить Солнце Вот смотрите Очень часто говорят про ядерную энергетику Вообще про бомбы, например Бомбы существуют Атомные и термоядерные Атомные бомбы — это когда разлагаются Очень быстро с огромной энергией Тяжелые металлы Уран, допустим, плутоний А термоядерная энергетика И тогда выделяется огромное количество осколков Активных осколков Радиации очень большое количество Атомная электростанция — это, грубо говоря, Взрыв бомбы, затянутый во времени А вот термоядерная станция — Это принцип другой Тут происходит не расщепление Не распад тяжелых огромных конструкций атомов А синтез Из атомов водорода Создаются более тяжелые атомы И вот эти атомы Там радиационная опасность На два порядка ниже Ничего там, никаких тяжелых Там йодов и прочих вещей Не появляется в ходе этих реакций Используют изотопы водорода Получать будут изотопы гелия Вот и все То есть Чернобыля второго теоретически быть не может А там нечему Мало того, там и взрываться-то, собственно, нечему Потому что разогреваться будет, по сути дела, пустота Вот эта камера, напоминающая донат Или бублик, как хотите В ней запускается газ Изотоп водорода, третий С другим изотопом, дейтерием После чего, с помощью магнитов Выпускает, возбуждается Внутри этого потока газа Электрический ток Мощные магниты, сверхпроводящие Обжимают этот снур газа От нагрева, от того, что внутри газа Идет электрический ток Газ нагревается И достигнув температуры Примерно в 10 раз выше температуры Поверхности Солнца А он вспыхивает Но это не горение газа Это реакция, вот именно солнечная Когда простые атомы делают более сложно После того, как произойдет реакция Температура повысится Начнется охлаждение камеры Где эта температура прошла А дальше все по извечному принципу Нагрели воду, турбины Все, и дали электрические Выглядит заманчиво Но вот есть ли какие-то подводные камни Вот люди всегда скажут Что и Чернобыльскую атомную станцию Считали очень безопасной И вообще вокруг нее Жили люди Но ее очень безопасной Особо так не считали Она должна была всегда быть Обслуживана с исключительной аккуратностью Что, кстати, делали в Игнарии Такого же типа станции А все там было хорошо Но дело-то не в этом Дело все в том, что Когда вот эта камера Бублик Она имеет официальное название Такамак Это очень интересно Потому что мы привыкли к тому, что Возможные сокращения Они из английского языка А тут во всем мире Используется сокращение Из русского языка Такамак Это троидальная камера С магнитными катушками Так вот Эту Бублик этот С магнитными катушками Начали еще в 50-е годы делать И была большая надежда Вот что Сейчас вот мы соберем И зажгем солнце Бомбу-то ведь термоядерную сделали Вот получалось же как Атомную бомбу сделали Потом сделали атомный реактор Все работает Теперь сделали термоядерную бомбу Вот Теперь почему бы не сделать Термоядерную электростанцию Да И будет Электричество Тепло Электричество Все Не надо больше никаких Ни нефти Ни газа Ведь так писали В конце 50-х годов Верили в это Но оказалось Что эта плазма Не хочет загораться В этих Такамаках Придумали Были Альтернативные Системы Но под конец Стало понятно Что Имеет огромное значение Фактор размера Чем больше бубли Тем больше Шансов Что все-таки Удастся Реакцию Запустить И вот Тут очень интересно Что в 1992 году Подумайте 28 лет назад Такие Было подписано Соглашение Тогда Европейский Когда еще не было Евросоюза Было Европейское Экономическое Сообщество Россия Вот только что Образовавшаяся Как часть Советского Бывшего Советского Союза США И Япония Решили Что нужно Построить Один С объединенными Усилиями Один Огромный Реактор Вот такой Большой Большой Такамак Вот этот Реактор Который будет Это будет Инструкция Высотой 60 метров И весом 23 тысячи Тон О-о-о Вот вы себе Представите Там километр На километр Строительная площадка Так вот В 92 году Начали Проектировать В 2001 Проект Сделали Выбрали Место В 2005 Это на юге Франции В Провансе Тройка Началась В 2010 Году И вот Сейчас 28 Июля 2020 Года Стали Собирать Сам Реактор То есть Работа Идет Так скажем Неспешно Потому что По ходу Дела Поясняется Что то Что представлялось 20 лет назад На самом деле Непонятно И неправильно И нужно все Переделывать По ходу Дела Вот это Вот это Очень важный Момент Люди Вторгаются В мир Которого На земле Никогда В естественных Условиях Не было И быть Не могло Ведь Даже Атомный Реактор Был Случайно Запущен Природой В Африке Много Десятков Миллионов Лет тому Назад В ОКО Ну так Там расположились Геологические Проводы Что началась Реакция Медленная Не очень сильная Но она была Это доказано А термоядерной Вспышки На земле Никогда Не было И быть Не могло Это вон Там На солнце 150 миллионов Километров От нас И вот Этот Сейчас Реактор Он Конечно Вызывает Огромный Интерес Поскольку На него Работают Сейчас Лучшие Умы Планет Интересно Что например Сейчас Вот Официальные Участники Это весь Европейский Союз Весь Это Индия Это Китай И конечно Самые Главные Так скажем Учредители Еще Россия США И Япония Вот все Вместе Объединенными Усилиями И собственно Говоря Звучит Это Очень Странно Потому Что Сейчас Еще Топливо Не Наработали На запуск Этого Реактора Вот Сейчас Получается Реактор Строят И топливо Нарабатывают Для него А какое Топливо Для него Необходимо? Для него Три Это Это Такой Хитрый Водород Где Вместе В ядре Вместе С протоном Есть Два Нейтрона Обычном Водороде Протон И все Вокруг Него Электрон Летает Самый Простой Элемент Во Вселенной А тут Еще Два Нейтрона Присоседилось И вот Это Вещество Его Можно И поджечь Заставить Правильное Слово Заставить Соединяться Себе Подобным И будет Появляться Гирь При этом Будет Выделяться Энергия И задача Сейчас Сделать Эксперимент Вы можете Себе Представить Огромный Вот такой Шестинадцатиметровый Чудовищный Экспериментальный Полигон Это даже Больше Чем Вот этот Знаменитый Коллайдер Потому что Коллайдер Это просто Он большой Знали Что Делают Здесь Ведь Еще Делают Но До Что Можно Ожидать Можно Ожидать Что В конечном Счете Эта Сама Стройка Очень Здорово Продвинет Представление Об энергетике Вот это Очень Важная Вещь Потому что Работают Самые Разные Люди Самые Разные Специалисты Вот Очень Интересно Россияне Конечно Гордятся У них Там 15 Научно-исследовательских Учреждений Делают Например Сверхпроводники Для этого Аппарата Делают Например В Удмуртии Вот Кто Может Так Вот Обычно Люди Представить Себе Что Где-то Там В Удмуртии Делают Шикарные Сверхпроводники Для Тимоядерного Реактора 21 А почему А почему Не в России Тогда его Стали Все-таки Собирать И строить Если Все-таки Сахаров И там В родоначальнике Проекта В Советском Союзе В России Было сделано Целый ряд Этих самых Реакторов Но просто В какой-то момент Стало ясно Что ни одна Страна Сама Себе Потянуть Эту Суперстройку Суперпроект Не может Даже Америка То есть Вот это Абсолютно Стало ясно Что этот Эксперимент Можно сделать Только всей Планетой Вот То есть Каждое Все И там Мне в свое время Довелось Разговаривать С одним Российским Физиком Попутчиком Который Там работает Он сказал Что это Потрясающая Вещь Потому что Вот именно Там чувствуется Что мы На самом деле Люди Одной Планеты Ну Там Если Допустим Одну Деталь Делают Японцы А Следующую К ней Деталь Делают В Германии Третья Деталь Делается В России Четвертая Деталь В США Пятая Во Франции Во Франции Просто-напросто Они были Большие Активисты В свое время Этого дела В Франции Надо сказать 80% В ее энергетике Почти что На атомной Энергетике Она очень К этому Открыта И французы В свое время Как раз Условно говоря Всех собрали вместе И сказали Что давайте начнем Вот собственно говоря Наверное поэтому Они получили Вот это почетное право Поставить на своей территории Эту станцию Самое интересное Другое Что Как раз Эта станция Она прошла Очень серьезный Анализ На предмет Безопасности Парадокс в том Что от нее Опасности Ну как сравнивают Не больше Чем Например От какого-то Радиологического центра Где происходят Какие-то Медицинские исследования Там просто Нету Вот этих Радиоактивных В самом процессе Нету этих Радиоактивных Ошметков Да Которые Представляют Опасность Никаких там Стронцер 90 Там Йода 131 И прочих Прочих Нету там Ничего Вот Поэтому собственно И взорваться Она Она может Только не Работать И кстати Это тоже Все Потому что Было бы обидно 30-40 лет Все это делать А потом Выяснить Что будет Нулевой Хотя По всем Расчетам Получается Что по крайней мере Она должна Запуститься И вот На этой Экспериментальной Установке Станет Ясно Как должна Работать Установка Промышленная То есть Это получается Мы 40 лет Строили Экспериментальную А для промышленной Нужно будет Строить Еще Отдельно Другую Конечно Конечно Для промышленности Нужно уже будет Другой И вполне возможно Целой кучи Работы Уже не нужно Будет делать Вот это Как раз Тот самый Случай Что Эксперимент Он Стоит Очень дорого Мало того Выяснится Сейчас Что уже Сейчас Выясняется Например Мы разбазариваем Очень воценные Ресурсы Например Атомная Энергетика Производит Очень большое Количество Ну относительно Большое Количество Этого самого Трити Но его Пока никто Не добывал Из отходов Потому что Он был Как Белух А если Это будет Работать Энергетик Он станет Очень даже Нужным То есть Тут сразу Одно цепляется За другое Есть еще Интересный Момент Такой Который Связан С этой Неделей На этой Неделе Сообщили О том Что В Европейском Союзе Рассматривают Там уже Принято Постановление О том Что Основой Энергетики Европейского Союза В ближайшие Годы Будет Энергетика Водородная То есть Использование Водорода В разных Формах И выясняется Что теперь Очень важно Получать Этот водород Поскольку Собственно Говоря Пока Мощностей Самой Европе Да не то Что пока Их Вообще Недостаток И поэтому Возникла Идея Россия Будет Поставлять По этому Многострадальному Трубопроводу Северный поток 2 Водород Не природный Газ Водород Или смесь Природного Газа С водородом А их Потом Будут Расстрелять Это не Проблема Самое Интересное Другое Что выяснилось Что в 24 Году Какие Корпорации Как Газпром Вместе С Росатомом В условиях Конкуренции Намерены Поставлять Собой Водород На мировой Рынок Потому Что Одни Росатом Хочут Получать Водород Путем Электролиза Воды Разделяя На водород И кислород Благодаря Своим Реакторам А значит Газпром Отрабатывает Методику Как они Вызывают Разрушение Пиролиза Природного Газа Раньше Появлялся Углекислый Газ А не будет А будет Просто-напросто Что-то типа Толченого Графита А вот Чистый водород Который Выделится Вот его Как раз И погонят На продажу Вот эта неделя Она как-то По-другому Позволила Взглянуть На грядущие Скажем Возможность О том Что наше Будущее Может быть Как раз Связано С мощнейшими Системами Производства Электричества А потом Это самое Электричество Будет При необходимости Превращаться В водород А этот самый Водород Будет храниться И использоваться По мере Надобности Ну это Красиво Если так Представить Пофантазировать Подъехали мы К заправочной Станции Качанули туда В машине Водорода И поехали Дальше На водороде Абсолютно Никоим образом Не загрязняя Окружающую Среднюю Такая Таск А как же Все таки Вот эти Планы Связанные С ветряками Солнечной Энергией Солнечными Батареями На которые Возлагались Тоже Большие Надежды Но Вот насколько Они окажутся Не окажутся Ли они Бесполезными И ненужными Не Ну как говорится Пусть стоят Если местные Жители Не будут требовать Как уже наблюдается В Европе Чтобы их допустим Эти ветряки Или батареи Сносили Одно дело Ветряк сидит И стоит На крыше Вашего дома И дает вам Электричество Какое-то Необходимое И хорошо А когда У вас На доме Стоит Ветряк И жужжит А соседи Возникают У соседей Возникает Неудовольствие А еще Когда этих Ветряков И они огромные И они издают Такой противный Звук Когда вращаются И их не один И не два А десятки И не случайно же И стали В том числе Вводить в места Скажем Малонаселенные Людьми Потому что Они очень неприятные Звучат И опять-таки Главная причина Есть ветер Есть электричество Нет ветра Нет электричества Ну а с солнцем Вообще Все понятно Поэтому как раз И водород Это решение проблемы Ведь если у вас Много электричества То вы можете Сейчас быстро Разлагать Электрическом Воду На водород И кислород Кислород уйдет В атмосферу Дышать станет легче Ну а В водород Мы тут же Как бы Закачиваем Консервируем Наступает ночь А ночью Мы его Пускаем Опять В так называемые Топливные преобразователи Топливные элементы И получаем Электричество Ночью Тем более Когда она без ветра То есть Вот как раз В этом и смысл Водорода Водород Это универсальный Аккумулятор Так что Как говорится Тут Они Друг другу Еще очень долго Противоречить Не будут Допустим Ядерные станции Возобновляемые Источники Электроэнергии А уж если мы Если уж действительно Это томская технология Понимаю Томская технология Разрушения Метана На водород И углерод Заработает В полную мощь То тогда Из-за Приводного газа Будут Плантироваться Еще пока Как говорится Не кончится Потому что Это тоже будет Решение Проблем Ну Станет на земле Больше графита Ну и пусть Его тоже можно Использовать Для каких-нибудь Полезных вещей Карандашей Наделаем Вот Нет Ну серьезно То есть Здесь Есть Масса Технологических Решений Которые уже Понятно Как говорят Знаю как Ноу-хау Есть Поэтому сейчас Как говорится Вот это вот Очень важная Европейская Инициатива С водородной Энергетикой И то что она Каким-то Очень удивительным Образом Оказалась Синхронно С инициативой Которая Разрабатывалась У российских Соседей Да Вот Причем Там Выяснилось Что их Занимались И ГАСТОМ И их Конкурент Новотек И Росатом И еще Кто там Да То есть Можно предположить Что в принципе Это Ну в общем-то Процесс Идющий Параллельно Вот И стороны Уже давным-давно Приглядывали Друг за другом Чтобы совершить Какой-то Новый Так скажем Новый Скачок Тем более Тем более Что если Допустим Тот же Самый Северный Поп И станет Еще Водородопроводом И станет Элементом Зеленой Энергии Многие Вопросы Которые Возникали Вокруг Него Они Сразу Тут Уже Мы Переходим На Зыбкую Почву Политики Да Но если Не уходить То можно Сказать Что в принципе Действительно Конечно Как говорили Политика Это Концентрированное Воплощение Экономики Так что Собственно Говорят с Экономикой И тут Становится Все Понятно Можно Задать Вопрос А как На все Это Дело Повлияет Ковид Без Ковид Без которого Теперь Уже Никуда Да Вот Конечно Очень Важный Момент Как раз С самого Начала Вы Упомянули Что Очень Нужна Нам Энергия Для того То же Самого Интернета Как Становится Ясно Что Люди Будут Работать В очень Большой Массе Удаленно Нам Потребуется Гораздо Более Мощные Системы Связи И вот Сижу Я сейчас Перед Монитором 15 дюймов Допустим Гораздо Было бы Удобнее И вам И мне Одинаковые Мониторы Сидеть За Таким Трехфутовым Экраном По диагонали Да И чтобы Не зависало Ничего А для этого Тоже Нужно Много Энергии То есть Вообще Если Так Посмотреть Сейчас Перерабатывать Пластик Надо Полно Пластик Но ведь Этот Пластик Можно Жечь Но это Плохо А его Можно Переплавить А для этого Нужна Экологически Чистая Электрическая Энергия То есть Собственно Говоря Это Для того Чтобы Жить Нормально Более Менее Комфортно В условиях Ковида Тоже Нужно Много Электричества И Нужно Понимать Что Электричество Само По себе Это Ведь Не Вещество Электричество Это Процесс Электрический Топ И Для того Чтобы Его Накопить Нужны Какие-то Носители Этот Водород Это И Есть Вещество Произведя Которое Мы Накапливаем Эту Электрическую Энергию Насколько Насколько Водород Компактен Для того Чтобы Хранить Энергию Насколько Он Выгоден Удобен Безопасен Скажем Все-таки Если его Поджечь Он ведь Насколько Я понимаю Он Горюч Он Горюч Если Есть Кислород Если Кислорода Нет То Ничего Он Не Загорится Самое Главное Что Он Становится Компактный Если Его Охладить И Жижить Он Вообще Замечательный Виде Только Его Нужно Очень Сильно Охлаждать За 200 С лишним Гораздо Ниже Чем Природный Газ С Другой Стороны Видите Тут Какой Момент Если У вас Есть Много Электричества То У вас Будет Энергия Его Жижить И Все Будет Хорошо Вопрос Заключается В том Что У вас Может Быть Электрического Тока Электрических Мощностей Больше Чем Вы Можете В данный Момент Потратить И Если Вы Их Не Потратите Вам Нужно Все Это Дело Останавливать Или Включать Какую-то Бессмысленную Нагрузку Потому Что Сети Не Могут Так И Вот Тут Возникает Важный Момент Если У вас И так И так Лишнее Электричество То Может Быть Вы Потратите Электричество И Произведете Вот Этот Концентрат Энергии В виде Чистого Водорода Потому Что Все Равно Пропадет Даром Трубины Будут Вращать А Вот Когда Действительно Нет Ни Солнца Ни Вот Этого Ветра Или Допустим В реках Обмелели Реки Вот Тут Как раз Этот Водород И Пойдет Даже Если Его Сжечь Понимаете Что Получается Если Сжигать Водород Никакого Углекислого Газа Сферу Не Появляется Потому Что Водород H2 Соединяется С кислородом И Появляется H2O Вода Чистая Дистиллированная Вода Вот Который Что-то Поливать Можно Вот И Все То есть Это Даже Не то Что Это Какое-то Полезное Скопаемое Это Концентрат Энергии Который Мы Можем Получить Когда У нас Энергии Много Планы Выглядят Совершенно Конечно Фантастическими Но Вот Когда Ждать Если Какой-то Ну Условно Говоря Горизонт Который Мы Можем Охватить Когда Это Сможет Реализоваться А А вот Сейчас Опять Неприятно Дело Все В том Что Все Эти Процессы Все Эти Программы Они Несомненно С одной Боут Связаны Во-первых С появлением Как я Об этом Уже Регулярно Говорю С появлением Новых Зеленых Налогов Как явных Так и Скрытых И С другой Стороны Ясное Дело Что Поддержкой Европейского Союза И не только Европейского Союза Я вот Вопрос С российскими Коллегами Там Очень Тоже Сейчас Внимательно Относятся К этому Вопрос Логично Как Нужно Пересаживаться С нефтегазовых Рельс А что Другое И По этой Причине Очень Многие Как бы Привычные Бизнесы Привычные Виды Работы Они Либо Будут Совершенно Меняться Либо Будут Трансформироваться Вот Как Один Коллега Говорил Эпоха Допустим Специалистов По двигателям Внутреннего Сгорания Она Уже Замаячивала Так скажем Ее Сжатие Схлопнули А вот Специалисты В области Электрики Они Как говорится Наступает Их Время Потому что Электричество Будет Все больше И больше Самых Разных А Это только Кажется Что очень Просто Подсоединил Контакт Электротехника Очень серьезная Наука И даже Быть квалифицированным Электриком Я имею ввиду Который Связан С автомобилями Например Там может Это всегда Хорошо Будет иметь Хорошо Кусок хлеба Надежный Какой Да Вот Потому что Они действительно Становятся Умными Сложными Там высокие Итоки Там просто Так Как говорится Не обойдешься Примитивными Представлениями Плюс-минус Поэтому Я хочу Сказать Что Это Конечно Вызовет Очень Сильные Изменения В том числе На рынке Труда И К этому Надо Готовиться Мне кажется Что Такие Страны Как наши Могли бы Например Сделать Какие-то Заранее Программы Например Связанные С Переобучением Людей С Какими-то Дополнительными Курсами Вот Допустим Чтобы Наши Люди Могли бы Найти себя В этой Самой Новой Экономии Потому что Человеково Время Все равно Это такой Универсальный Ресурс Что он Будет Изучать И мне Кажется Что Наступило То Время Когда Его Величество Электричество Нужно Изучать Уже Серьезно Внимательно И Понимать Откуда Оно Берется Как Формируется Его Цена Как Им Пользоваться Правильно И Как Можно На нем Заработать Ну что Ж Спасибо Большое Константин Рангс Морской Геолог Ученый Журналист Сегодня Был С нами Будем Изучать Электричество И Ждать Следующей Пятницы До Свидания Всего Вам